Люди, которые приезжают куда-то, видимо, на работу в нашем районе, заезжают во двор и с одной стороны, и с другой. И то есть парковки на газонах, парковки прямо около подъезда. То есть даже в каких-то критических ситуациях, когда нужно подъехать скорой помощи, не дай бог, в пожарной какой-то машине, мы не можем это осуществить. Поделиться с главой города наболевшими вопросами и найти пути их решения пришли жители 187-го дома по улице Галактионовской. Во дворе многоэтажного строения нет детской площадки, а место, где теоретически она могла бы располагаться, занимает несанкционированная парковка. Кроме того, по словам жителей, после сноса гаражей и сараев вблизи дома, освобожденную территорию планировали благоустроить, но к работам по обновлению так и не приступили. Во дворе еще остались ветхие строения. Плюс ко всему, не обустроена и не огорожена контейнерная площадка. Для того, чтобы сберечь газоны и избежать несанкционированной парковки, жильцам 187-го дома по Галактионовской предложили поставить знаки и при желании оградить территорию въезда во двор шлагбаумом. Что же касается контейнерной площадки, ее полностью оборудуют в будущем году. Вам сделать нормальную контейнерную площадку с крышей и с основанием. Согласна? Да, да. А вот жительница Самары Александра Острикова обратилась к главе города с просьбой отремонтировать тротуар по улице Лукачева от Постникова оврага до Скляренка. Здесь, по словам Александра Николаевны, фактически никогда не было нормальной пешеходной дорожки. Тротуар необходим. Там его вообще никогда не было и он просто просится туда. И сразу бы разгрузилась вот эта улица. Решение по ремонту тротуара будет приниматься сотрудниками департамента городского хозяйства и экологии совместно с жителями города. Работы уже запланированы. На этот год мы пересмотрели. С одной стороны, если подниматься, то на высоту и с правой стороны этот тротуар мы берем работу. Потом с пешеходными переходами на противоположную сторону. Не просьба, а буквально крик души. Так охарактеризовали свое обращение к главе города жители домов по заводскому шоссе. Люди пожаловались на обилие продовольственных ларьков, реализующих алкогольную продукцию. Большинство из них находятся вблизи жилых домов. Следствием такого соседства становятся горы мусора, драки и постоянный шум. К решению вопроса по просьбе главы города Елены Лапушкиной подключатся сотрудники полиции. Также жители домов по заводскому шоссе попросили установить ограждение между дорогой и тротуарами в тех местах, где их нет, и помочь сменить управляющую компанию. И в том и в другом вопросе глава города готова оказать поддержку. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.